В эфире программа Екатерина Шульман. В Москве 21 час и 5 минут у микрофонов Екатерина Шульмана, как и было сказано в заставке, и помогает ей Максим Курников. Здравствуйте. Добрый вечер. Как всегда, мы начинаем с чего-то информационного, но при этом не новостей. Не новости, но события. Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Начинаем мы с одного из наших длящихся сюжетов, которые во многих предыдущих выпусках у нас звучали и будут звучать, скажу вам со всей моей экспертной ответственности, еще и в последующих. Мы с вами продолжаем следить за эпидемической нашей обстановкой, за той статистикой, которая к нам поступает, за той динамикой, которую можно из этой статистики вычислить. Мы говорили некоторое время назад, что ноябрь у нас, к сожалению, обещает стать месяцем рекордной смертности, таковой он и является. Значит, ну вот раньше у нас был такой коридорчик ежедневно объявляемых смертей, в котором не должно было быть больше, одно время больше 800, если вы помните, потом старались за 1000 не переходить. Теперь это все уже перешло за 1200, но как-то вот в пределах, скажем так, 1240 пока мест удерживается. Пока, когда мы говорим об этом, имеет смысл сказать о том, насколько мы можем пользоваться этой статистикой, ответить на часто возникающий вопрос, а что вы верите официальным данным. Смотрите, откуда берутся вообще вот эти прогнозы, которыми мы тут с вами делимся, что один месяц будет таким, а другой месяц будет, наверное, каким-то другим. Понятно, что мы не можем позволить себе роскошь ориентироваться полностью на какой-то один показатель. Все эти хитрости, там, с одной стороны оперативного штаба, с другой стороны Минздрава, с третьей стороны Росстата, насчет того, сколько у нас умерших с ковидом, а сколько умерших от ковида, это все может быть предметом анализа, но мы этим не занимаемся. Значит, мы смотрим на следующие показатели. Во-первых, на, так сказать, грубые цифры смертности. Они в полной мере появляются, к сожалению, очень-очень сильно постфактум, и не с одинаковой скоростью по регионам. Мы в одном из прошлых выпусках об этом поговорили, что в Москве регистрация происходит более-менее быстро, а, например, в некоторых национальных республиках, говорят, еще за май, они всех умерших зарегистрировали. Тем не менее, что называется, труп спрятать трудно, поэтому вот эта вот убыль населения, она позволяет нам судить о том, какова она. Кроме того, существуют данные по статистике поисковых запросов. Там есть некоторые определенные фразы, которые коррелируют, как теперь уже, к несчастью, наш довольно долгий опыт показывает, коррелируют и с заболеваемостью, и с будущей смертностью. Значит, то есть мы не смотрим на какую-то одну цифру, которую нам кто-то там принес, мы не отвергаем никаких данных, до которых мы можем добраться, но вот такую обобщенную картину стараемся и для себя определить, и вам каким-то образом ее представить. Значит, что у нас выходит? У нас выходит действительно черный ноябрь по количеству смертей. Притом, что и октябрь был, в общем, тоже черный. Октябрь был нехорош, но ноябрь оказался хуже. Значит, у нас есть туманное предположение, что декабрь может быть немножко лучше, потому что, по крайней мере, в Москве и в Московской области вот параметры заражений, насколько можно судить, вот в том числе по этим поисковым запросам, которые, еще раз повторю, продемонстрировали себя довольно хорошим таким показателем, реалистичным, уровень заражений несколько снижается. Сейчас у нас плохой регион, мы периодически тут называем всякие плохие регионы, потом они беспокоятся, как же вот в Москве про них сказали, а что-то нехорошее. Это, опять же, не в упрек никому, тут не всегда есть какая-то корреляция с тем, как региональные власти себя ведут, не говоря уж о том, что регионы очень по-разному обеспечены, и здравоохранительно тоже. Так вот, с нехорошей динамикой у нас сейчас Петербург, он выглядит хуже Москвы, но вот, так уж если совсем цинично выражаться, кто останется живым после ноября, в декабре уже имеет несколько больше шансов. Значит, эта самая динамика и эти цифры, видимо, воздействуют в том числе и на лиц, принимающих решения, потому что у нас правительство озаботилось с некоторым законодательным закреплением антиэпидемических мер, которые должны быть теперь по замыслу правительства прописаны и в федеральном законодательстве. Объясните, Екатерина Михайловна, почему вот нам все время объясняли, у глав регионов достаточно всего, и тут вдруг нужен федеральный закон? Это интересно. Мы с вами долго-долго-много месяцев следим за тем, как административно и законодательно оформляется вот вся эта борьба с пандемией. И мы говорили о том, что у нас нет ни то, что чрезвычайного положения, ни даже чрезвычайной ситуации. Еще весной 2020 года кто залезет в наши архивы, увидит объяснение подробное, чем одно отличается от другого, что выводится указом, что выводится законом, и почему у нас нет ни одного, ни другого, ни третьего, а есть у нас по-прежнему, продолжаю напоминать, ситуация повышенной готовности. Вот в ней мы с вами живем с весны 2020 года, и это самое состояние повышенной готовности продлено у нас до конца 2021 года, пока так. Значит, действительно, те указы президента, которые выходили и касались борьбы с эпидемией, они все передавали полномочия региону. Значит, что сделало правительство? Сделало оно это, кстати, тоже под прикрытием ночи. Вечером в пятницу, не просто вечером, а после 7 часов в пятницу, а, видимо, ожидая, что за выходные как-то внимание будет рассеяно, и большого шума не случится. Забегая вперед, скажем, ничего из этой хитрости не вышло. Шум поднялся чудовищный, и с каждым буквально новым днем он только усиливается. Значит, о чем идет речь? Что, собственно, произошло? Правительство Российской Федерации собственноручно, не через депутатов-инициаторов, как многократно у нас делалось, и по каким-нибудь постконституционным поправкам, и по антиэпидемическим мерам. Но само правительство внесло два законопроекта. Первый – это законопроект, вносящий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Второе – это законопроект, который вносит изменения в два кодекса о воздушном транспорте и о железнодорожном транспорте. Эти два проекта прославились коллективно как закон о введении QR-кодов. Те из вас, кто смотрят нас в трансляции, могут видеть художественное изображение этого QR-кода. Наш художник обещал, что здесь написано, зашифровано в QR-коде, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ну вот, поверим ему. Понятно. Если вы его скачаете, то по получившейся фотографии сможете проходить любое публичное место до конца 2022 года. Шутка, да. На всякий случай. Звездочка и сноска. Так вот, а что на самом деле в этих двух проектах написано? Я чрезвычайно советую, кстати, всем их прочитать, потому что это любопытное чтение, и висят они благополучно в открытом доступе в думской базе СУЗД, одном из наших любимых сайтов в интернете. Возвращаясь к вашему вопросу, который прямо-таки вот метит в самое сердце проблемы. А как и со многими другими законодательными инициативами последнего времени, в том числе от правительства, исходящими, сказать, что именно написано в законопроекции, становится все сложнее и сложнее. Законопроект, вот этот основной, если мы считаем основным тот, который про санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в общем, закрепляет ту ситуацию, которая есть сейчас. Говорится в нем буквально следующее. Когда президент объявляет ситуацию эпидемически опасной, главы регионов, в соответствии с указаниями главного санитарного врача, могут вводить у себя следующие меры, а именно доступ по QR-кодам в публичные места. Какие публичные места? Ну, например, органы власти, значит, торговые предприятия, рестораны и кафе, музеи и театры и иные культурные пространства. Значит, не может вводиться вход по QR-кодам в аптеки, в магазины, торгующие товарами первой необходимости и в продовольственные магазины, во все остальные места могут, если, опять же, регионы того захотят. То есть в транспорт, например? Транспорт, это по второму закону. Значит, и опять же, не весь транспорт. Одна из немногих, более или менее определенных фраз, которые содержатся в законопроекте, говорит о том, что если вводится национальная вакцинация от новой коронавирусной инфекции, то финансирование берет на себя федеральный центр. Мы с вами помним, что идея внести COVID-19, точнее, прививку от него в национальный календарь прививок, в Думе тоже, что называется, будировалась, но ни до какого законодательного оформления не дошла. А вообще, забегая вперед, скажем, что некоторое количество вот этих вот самых противопандемических идей почему-то вот как-то не закрепляются в законе. А в частности, если кто-то помнит, весной 2020 года четыре сенатора внесли законопроект о дистанционном образовании, который тоже тогда напугал общественность, решившую, что таким образом закрепляется на веки обучение детей в телефоне. А это родителям очень сильно не понравилось. И тогда, весной 2020 года, когда был жесточайший карантин, когда все было закрыто, заперто, и люди вообще по первости еще пугались на улицу выходить, тем не менее, это так называемое родительское сопротивление, такая несколько неопределенная, неформализованная, я бы сказала, группа представительства интересов сумела поднять достаточно шуму, чтобы президент высказался и заявил о том, что нет, мы ни в коем случае не закрепляем навсегда дистанционное обучение, это мы просто тут вот просто вот хотим законодательно оформить и законопроект, недавно я его проверяла, я посещаю эти, так сказать, места, закладок время от времени, чтобы посмотреть, не выросло ли там чего-нибудь с прошлого раза, когда я там была. Пока не выросло. Пока не выросло, нет, ничего не шевелится. Я не к тому, что вот эти вот два законопроекта постигнет та же самая судьба, все-таки это правительственные инициативы и та фракция, которая обладает не просто большинством, а даже и конституционным большинством, уже заявила о том, что она их поддержит. Значит, еще пару слов о содержании. И члены правительства, давайте скажем просто, да, на уровне вице-премьеров высказались, что надо, мы проведем эксперименты, посмотрим, но внедрим. Что еще интересно в этом законопроекте, вот в этом основном? Он носит срочный характер, не в смысле быстро его надо очень принимать, а в смысле его сроки действия ограничены. Он будет, если будет принят в своей нынешней форме, он будет введен в действие 1 февраля 22 года следующего, а 1 июля заканчивается. То есть это законопроект на несколько месяцев. Тут тоже, конечно, возникает вопрос, стоит ли такую ажитацию распространять в публичном пространстве для того, чтобы на несколько месяцев иметь законодательное основание делать то, что в принципе регионы и так уже делают. Значит, второй законопроект из этого QR-пакета, на мой взгляд, выглядит куда более реализуемым. Он предписывает, спрашивает QR-коды при покупке билетов на самолеты и поезда. Это, в общем, можно себе представить, как могло бы быть реализовано. Понятно, что эти услуги транспортные у нас монополизированы двумя компаниями, это РЖД и Аэрофлот, если они вводят у себя проверку фактически, фактически. Ну, слушайте, если две эти компании, еще раз повторю, Аэрофлот не полный монополист, но если Аэрофлот введет у себя эти самые QR-коды, а это довольно легко сделать, как проверяет посадочный эталон, так и QR-код будет проверять, то, в общем, де-факто это будет обозначать, что для большинства воздушных пассажиров, которые летают по нашей стране или имеют неосторожность летать за рубеж, вот эта вот самая необходимость станет практической. Ну, я просто напомню, что целые два аэропорта, Московский, Внуково и Домодедово, летают без Аэрофлота. Мы предполагаем, что, наверное, хорошо, давайте отдадим должное разнообразию нашей конкурентной среды в сфере авиаперевозок, но мы предполагаем, что если Аэрофлот это сделает, то, во-первых, значительная часть рынка продолжает оставить, все-таки принадлежит ему, во-вторых, остальные компании, наверное, тоже последует его пример. Что касается регламентной стороны дела, это вот как раз один из тех сюжетов, в которых некоторые регламентные детали начинают иметь политическое значение, про политическое значение тоже потом скажем, потому что оно любопытное. А теперь, что касается, собственно, законопроектной последовательности действий. Насколько я понимаю, у многих возникает впечатление, что спикер Государственной Думы как-то собственноручно замедлил ход этого законопроекта, который чуть ли не завтра, послезавтра должны были принимать в первом чтении, а он сказал, давайте отправим его сначала в рассылку. Значит, на самом деле он просто озвучил существующую регламентную норму, и этот законопроект касается сферы так называемого совместного действия, то есть центра и регионов, поэтому он должен отправляться в рассылку на 30 календарных дней в законодательные собрания регионов в том числе. Разумеется, видели мы случаи, когда за три дня принимались и такого типа законопроекты, но все-таки это, надо сказать, скорее исключение, чем правило на наше общее счастье, поэтому 30 дней до первого чтения, 30 дней после первого чтения должны произойти, учитывая, что законопроект все равно вступит в действие 1 февраля, никаких причин ускорять его принятие. На самом-то деле нету. Будет ли тут какая-то реакция от регионов, подобно той, которая произошла или в ответ на законопроект о принципах организации региональной власти? Будет ли какой-нибудь регион, который скажет, что не нравится нам это, а мы не хотим такое принимать? Ну, в Думе две фракции высказались пока определенно против. Это КПРФ, а главное у нас апостолы цифрового сопротивления и справедливая Россия. Обещают в Конституционный суд пойти. Вот, вы знаете, вот это вот предложение я не могу не поддержать. Это очень правильно. Во-первых, Конституционному суду надо чем-то заниматься. Во-вторых, действительно, тут есть правовой вопрос, на который, я думаю, что мало кто из нас решит соответственно лично. Есть ли тут нарушение прав граждан путем введения такого рода ограничений или все-таки его нету? Поэтому пускай, пускай они обращаются. Правда, учитывая скорость этой процедуры, как раз вот к 1 июля, это 22 года, имеет шанс это дело и дойти до рассмотрения. Ксения Михайловна, вы нас учили, что надо обращать внимание на выступления всяких важных фигур, особенно в общественных местах, особенно если это какая-нибудь государственная дума, какая-нибудь коллегия и прочее. Вот генеральный прокурор дошел до государственной думы и выступил. Надо ли нам об этом думать? Действительно, не просто на выступления в публичных местах советовала я обращать внимание, а именно на выступления на официальных мероприятиях. Довольно часто граждане пренебрегают этими событиями, потому что они очень скучные и протокольные. На самом деле, всякие коллегии, министерства и ведомства, а также отчеты перед государственной думой, это такие способы бюрократии поговорить с самой собой и там, и потому, о чем говорится, и потому, что упускается, можно судить о, по крайней мере, расстановке приоритетов, а проще говоря, о том, какими картинками резерсована поверхность этого информационного пузыря, в котором пребывают граждане, находящиеся внутри системы власти. Сегодня генеральный прокурор действительно был в Государственной думе и докладывал там о состоянии правопорядка. Значит, ну, рассказывал, какая замечательная прокуратура, сколько она всего предотвратила, как она защитила государственный интерес. Это мы оставим. Значит, что мне показалось интересным. Из сказанного говорил он про ситуацию во ФСИН и про бунты в колониях, говоря, что эту систему у нас опять лихорадит. Ух ты. Да, прямо так. И что вообще тут, типа, есть проблемы? Проблемы назревшие и долго давно нерешаемые. Как их решить? Понятно, поскольку выступает генеральный прокурор, то решить их нужно усиление прокурорского контроля, надзора, разумеется, это ясно. Но вообще о системе ФСИН и о пенитенциарной системе в широком смысле говорится, как о таком, как это, знаете, было выражение в дипломатии позапрошлого века, больной человек Европы. То есть официально больной. Вот. Значит, ФСИН у нас официально больной человек правоохранительной системы. Я говорила здесь в этих выпусках неоднократно, что ФСИН вообще столь же ресурсная, сколь и уязвимая структура. Там сажают очень много всяких высокопоставленных руководителей. Я понимаю, что известие типа из саратовского ФСИН уволили 18 человек в ответ на публикацию съемок с пытками не удовлетворяет чувству справедливости нормального человека, потому что это не выглядит какой-то особенно пропорциональной карой. Но, поверьте, для самой системы это вот это самое довольно лихорадочное потрясение. Значит, еще также интересно, что вот этот самый Сергей Савельев, который информатор Уистел Блоуэр, как это называется на американском диалекте, человек, который вывез и опубликовал эти чудовищные совершенно видеосъемки, он является фигурантом таких мерцающих уголовных дел, которые то заводятся, то закрываются. Мы говорили с вами о том, что, на мой взгляд, цель этих уголовных дел состоит в препятствии его возвращению, с тем, чтобы он не вернулся и не стал бы свидетелем на каком-то громком процессе. А сам он считает, в свою очередь, что закрытие дела это типа его приманка, чтобы его заманить и схватить. Значит, было одно уголовное дело, которое закрыто, после чего немедленно было открыто второе. Теперь оно закрыто по, между прочим, представлению прокурора Саратовской области. Все это происходит в Саратове. Мы уже тут говорили о том, что Саратов у нас практически какой-то такой, да, центр политической жизни Российской Федерации. Там происходят изумительнейшие вещи. То лоси там бегают, то, значит, вот в СИН безобразничает. Так вот, по представлению прокуратуры, обратите внимание на эту деталь, и по, так сказать, доводам стороны защиты, вот это вот новое дело и постановление о его заочном аресте было отменено. Не безрезонно он может считать, что его заманивают, не безрезонно мы можем считать, что такого рода решения, то одни, то другие, вот такая смена ориентиров, обычно говорит о межведомственной борьбе, действительно. Что еще прокурор сказал? Что еще сказал прокурор, и чего он не сказал? Значит, прокуратура у нас на прошедшей неделе подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» и организации международной «Мемориал». Что об этом говорит генеральный прокурор на Госдуме? Что интересно, опять же, может быть, мы что-то упустили. Когда будет опубликована стенограмма, я ее прочитаю с вниманием. Но, насколько я могла понять за сегодняшний день, никто не спросил об этом генеральному прокурору в Государственной Думе, и он сам решил об этом в малозначительном деле ничего не говорит. То есть это, значит, прав Григорий Алексеевич Явлинский, который говорит, за кого же вы проголосовали? Вот теперь и за «Мемориал» вступиться некому. Может быть, и скажем, мы некоторую правоту признаем вот этого вот неожиданного заявления. Григорий Алексеевич и вся партия «Яблоко» считает, кажется, что во всем этом виноват исключительно Алексей Навальный, который каким-то образом из другой колонии, значит, вот, аранжирует всю эту деятельность. Но, тем не менее, значит, опять же, насколько я могу понять, никто не спросил генерального прокурора об этом. А спросить следовало бы, потому что, хоть это не первая попытка прокуратуры ликвидировать «Мемориал», сейчас она выглядит более подготовленной и, скажем так, фундированной. Объясним, почему. Значит, что на самом деле случилось? Значит, есть две организации. Это «Международный мемориал» и это «Правозащитный центр мемориал». Значит, одна прокуратура, генеральная прокуратура, подает в Верховный суд иск с требованием ликвидировать «Международный мемориал». Прокуратура Москвы подает в Мосгорсуд иск о ликвидации «Правозащитного центра мемориал». Давайте тогда скажем, что Мосгордума, точнее, фракция «Яблоко» в Мосгордуме выступила как раз против этого. Рад, что мы решили обращать внимание, да, на партийную жизнь фракции. Ну и давайте еще отметим, что мемориал признан российскими властями иностранным агентом. Мемориал признан иностранным агентом одним из первых вообще после начала действия этого закона. Вообще удивительно, как время-то бежит. В 2013 году был принят этот закон. Скоро уже десятилетие будет он отмечать. А мемориал стал иноагентом, если я не ошибаюсь, в 2014 году. В 2016 году прокуратура пыталась его предыдущий раз ликвидировать. Тогда ничего из этого не вышло. Что выйдет в этот раз? Значит, 25 ноября будет суд по иску этого в Мосгорсуде. Как это, отметьте эту дату в своих календарях. Время мы узнаем позже. 23 ноября будет предварительное слушание. Значит, ну, за эти дни, я думаю, что слушатели радиостанции «Эхо Москвы» достаточно услышали разнообразных мнений, оценок и эмоциональных откликов по поводу всего происходящего. Я тут мало чего нового могу добавить, кроме одного, пожалуй, момента. Насколько я понимаю, некоторое общее мнение консенсусное состоит в том, что ликвидация мемориала и правозащитного центра мемориал происходит из-за того, что нынешние правоохранительные органы считают себя преемниками предыдущих итераций правоохранительных органов и органов карательных. Поэтому всякое, так сказать, подвергание сомнению того факта, что власти всегда все делали правильно, кажется им расшатыванием основ и покушением на прочность конституционного строя. Иными словами... Да, себя они считают вот этими, а мемориал считают иностранным агентом. Да-да-да-да. А иными словами превалирует версия историческая. Я бы обратила внимание вот на какой момент. Значит, в этом самом мыске прокуратуры говорится, во-первых, что мемориал не соблюдает законодательство об иностранных агентах, что-то там не маркирует, в 19-м году что-то написал, в 20-м году там на книжные выставки не увешал себя этими самыми ярлычками. Но также там говорится, что эта структура занимается оправданием терроризма и экстремизма, размещая информацию для неопределенного круга лиц. Что за информация подразумевается? Подразумевается список политзаключенных, который как раз расположен на сайте правозащитного центра «Мемориал», который, как вы понимаете, тоже собираются ликвидировать. Значит, введение списка политзаключенных это очень политически актуальная вещь. И то, что имеется такой список валидированной, авторитетной, международно признанной организацией, это отнюдь не вопрос исторической памяти, мемориальных войн и прочих штук в этом духе. Это, еще раз повторю, очень прикладная вещь. На основании таких списков вводятся санкционные меры. Кто может признать заключенного политзаключенным? Для этого нужна какая-то инстанция. Видимо, логика стоит в том, что если эту инстанцию изничтожить и сайт этот прикрыть, то тогда и политзаключенные сами, значит, исчезнут. Перейдут в другую категорию заключенных. Они уже будут теперь просто экстремистами и террористами. Значит, собственно говоря, поскольку в этом списке имеются члены тех организаций, которые признаны российским законодательством экстремистскими и террористическими, то их, так сказать, зачисление в списке политзаключенных есть оправдание их деятельности. Логика своеобразная, если не сказать хуже, но мы сейчас не об этом. Значит, что происходит у нас далее? Как вы понимаете, Мемориал — это одна из старейших и наиболее авторитетных правозащитных организаций в России. Она старше генеральной прокуратуры в ее нынешнем виде. Она старше Российской Федерации в ее нынешней форме. В ее правление первоначальное входил Борис Ельцин еще в 89-м году. Поэтому общественное возмущение достаточно широкое. Я бы обратила внимание на такое проявление этого общественного возмущения, как многочисленные заявления организаций в поддержку Мемориала. Поскольку речь именно об уничтожении организации, мне кажется, это особенно важно. Огромный список этих структур — это и правозащитные организации российские, и зарубежные, это и, кстати говоря, СПЧ, о котором редко у нас появляется случай поговорить, тут внезапно проснулся и не просто заявил, как он сделал это в деле Зуева, в деле Шаненки, силами одной из комиссий, а все-таки проголосовал большинством голосов за такое же заявление в поддержку из призыва к прокуратуре, значит, отозвать свой иск и не безобразничать. Я, как бывший член СПЧ, должна вам сказать, что решения такого рода, для того, чтобы они были заявлением Совета, должны быть приняты большинством голосов. Это довольно трудно было сделать и в былые времена, потому что часть членов предпочитает ни с кем не связываться и ни с чем, а часть членов просто на письма не отвечает, не принимая участия в работе Совета. Таким образом, большинство набрать тяжело, в этот раз им это все-таки удалось. Группы ученых поддерживают. Группы ученых, такие организации, как Клуб 1 июля, КГИ, Комитет гражданских инициатив, Московская Кельсинская группа, естественно, издательство Новое литературное обозрение, Общество научных работников, Голос, Сахаровский центр. Ну, давайте скажем, Голос тоже признан иностранным агентам. Да, 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 да. Значит, Комитет против пыток, Вольно-историческое общество, многочисленные изрубежные организации тоже, Общественный вердикт из международных организаций Amnesty International Human Rights Watch. Тоже признаны иностранными агентами Amnesty. Кто именно? Общественный вердикт? А, Общественный вердикт, кажется, да. Amnesty International у нас, это же международная организация. Так, а вот, тем более иностранные агенты. Значит, есть также петиция на Change Work на эту тему. Или Transparency, кто там из них? Ну, в общем, все они признаны иностранными агентами. Хорошо, запутаешься, запутаешься. Transparency, Transparency, да. International. Вот, видите, списочек у нас тут. Волшебный. А, у вас есть специальные, специальные поминания. Конечно. Значит, сейчас мы прервемся на новости и по возвращении скажем, ответим на вопрос такого рода коллективных и индивидуальных действий. Да, послушаем новости и после этого продолжится программа «Статус». 21.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Константин Мирошников на их и краткие новости. Евросоюз намерен к 2025 году создать силы быстрого реагирования. Речь идет о совместных вооруженных силах численностью до 5000 человек для вмешательства в кризисные ситуации. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на проект под названием «Стратегический компас ЕС». Силы быстрого реагирования должны состоять из сухопутных, морских и военно-воздушных сил. Предполагается, что они будут действовать без поддержки США. Как отмечается, новую стратегическую концепцию разрабатывает и НАТО. Ожидается, что в документе впервые после окончания Холодной войны Россия будет названа не партнером, а главной военной угрозой. Главу Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям подозревают в получении особо крупной взятки. СК сообщает, что Олег Кручинин задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и сберут меру пресечения. По версии следствия, чиновник с начала позапрошлого года лично и с помощью посредников получил взятки на общую сумму почти 7 миллионов рублей. Предполагалось, что за это он будет оказывать общее покровительство фирме, которое работало с твердыми бытовыми отходами. Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице. Согласно постановлению премьер-министра, в следующем году она составит 12 792 рубля. Такую сумму будут выплачивать первые три месяца. В последующие три по пять тысяч. Из документа также следует, что минимальный размер пособия по безработице составит полторы тысячи рублей. Минус один градус в Москве, давление 756 миллиметров ртутного столба. Завтра, по прогнозам, около нуля, в преимущественно без осадков и местами гололедица. Константин Мирошников, служба информации, Эхо Москвы. Спасибо, Константин. Иктория Михайловна, вы знаете, сколько штрафов мы получили за не проговаривание фразы по Москве? Я не могу проговаривать, я не могу на всякий случай, поэтому я вас перебиваю. Вы не все за это тем не менее. Тем не менее, мы получаем уши, это не просто. Слушайте програмики после 23-х часов. Я поэтому каждый раз уж простите. Текстовая стенограмма? Обязательно. Мы там еще пропишем. Но и здесь, и здесь. Хорошо. Кстати, при перепущении в соцсетях сообщений иностранных агентов, я тоже не обязана указывать, что они иностранные агенты. СМИ обязаны, а, так сказать, частные лица не обязаны. Да. Но вот, как вы понимаете, это... Слушайте, какой список-то длинный, я его не видела, то есть, то есть, видела, но не обращала внимания. Там уже больше ста. Это только те, которых мы часто упоминаем. Ага. А там вообще сто. Да, слушайте. Программа Екатерины Шульман Статус. Действительно, и, как всегда, Екатерина Шульман будет исполнять свои обещания. Сказала, что договорит, а об этом значит договорит. Мы с вами до перерыва перечисляли те организации научные, общественные, культурные и так далее, и издательства, и объединения ученых, и всякие СМИ, которые высказались в поддержку мемориала в связи с его предполагаемой ликвидацией. Также говорили мы о том, что петиция на Change.org, любимой нами платформе, тоже заведена по этому поводу с этой же тематикой, и за прошедшие там сколько, два дня она там висит, набрала больше 30 тысяч голосов. Кстати говоря, другая любимая нами петиция за отмену законодательства об иностранных агентах приближается к 250 тысячам, а это тоже продолжает нас радовать. Кстати, мемориал, являющийся национальным агентом, первое, что написал, когда люди стали спрашивать, чем помочь, вот подпишите вот эту самую петицию. Значит, в связи с этим возникает тот вопрос, который приходится слышать довольно регулярно. А зачем вот это нужно, если все равно это бесполезно? Мне кажется, что на примере с мемориалом легче будет объяснить, что такое здесь полезное и бесполезное, и почему этот дискурс полезности на самом деле ложный и ведет ровно к снятию с себя ответственности, хотя он выглядит рациональным, на самом деле является абсурдным. С мемориалом это объяснить легче, потому что тут очевидно, что речь идет об историческом процессе в том смысле, что это все будет, так сказать, запечатлено в будущих учебниках истории. Значит, смотрите, те люди, которые говорят... Да, 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 хорошо. Те люди, которые говорят, зачем нужно что-то делать, а из этого все равно ничего не выйдет. Им кажется, что они рассуждают рационально. Значит, что они делают на самом деле? Они сначала неправомерно расширяют круг своей ответственности, а потом отказываются от ответственности на той территории, которая им на самом деле принадлежит. То есть, похожая логика, например, есть у людей, которые начинают тревожиться от того, что вот я плачу налоги, а вдруг они уходят на что-нибудь плохое, там, на войну, на какую-нибудь внешнеполитическую агрессию. Наверное, я тоже в этом частично виноват. Сами они думают, что они люди такой большой больной совести, и это как-то повышает их моральный статус. На самом деле, по моим наблюдениям, ровно эти люди потом не делают то, что они на самом деле должны делать, потому что все их душевные силы уходят на такого рода бессмысленные размышления. Управляете ли вы, дорогой слушатель, генеральным прокурором? Не управляете. Можете ли вы гарантировать, что ваше действие повлечет именно тот эффект, какой вы хотите? Нет, не можете. Снимаете ли вы, исходя из этого, ответственность с себя за то, что вы в состоянии сделать? Вы не управляете генеральным прокурором, но и он в данном случае не управляет вами. Он не может вам велеть не подписывать петицию или не высказываться публично. От того, что вы это не сделали, вы сняли ответственность с себя. И тот факт, что ваша петиция могла не привести к тому результату, который вы хотели, совершенно с вас этой ответственности снимать не должна. Опять же, учитывая ту историю, о которой мы сейчас говорим, понятно, что это все будет запечатлено в грядущих летописях. И вот теперь представьте себе эту книгу жизни, в которой вас нет, в которой вы, ваша организация, ваши структуры ничего не сделали, ничего не сказали, потому что тогда, давно прошедшем 21 веке, вы решили, что это бесполезно. И чего от вас после этого осталось? Поэтому важно распределять ответственность адекватно. Не пытайтесь расширить ее круг на всю обитаемую вселенную, но то, что ваше, извольте делать. То есть вы не виноваты в том, что иностранным агентам признают ту или иную организацию, но то, что вы за нее не заступились, это ваша ответственность. То, что вы за нее не заступились, это будет факт вашей биографии. И никому вы с той стороны гроба не скажете, что, знаете, я тогда решил, что, наверное, из этого ничего не выйдет. Выйдет или не выйдет, это уже не ваша печаль. Ваша печаль отвечать за свои собственные действия. Поэтому этот самый дискурс пользы, он чрезвычайно обманчивый. Хотя, еще раз повторю, выглядит он рационально. Ну что, переходим к следующей рубрике. Ура! По понятиям. Какое понятие сегодня мы рассматриваем? Мы с вами в прошлый раз декларировали свою независимость от алфавитного порядка, но сегодня мы немножко возвращаемся к букве А, потому что у нас два понятия, два термина, которые, как мне кажется, имеют непосредственное отношение к тому, о чем мы говорили, в том числе и в первой части нашей программы. Это артикуляция интересов и агрегация интересов. Значит, с одной стороны, это понятие схожее, родственное, с другой стороны, в определенной степени они друг другу противоположны и друг за другом следуют, как по фразе Ленина, чтобы объединиться, нужно размежеваться. Значит, вот примерно так они друг другу сажаются. Решительно размежеваться. Решительно. Сейчас постараюсь объяснить, что это такое. Значит, ну, во-первых, что такое интересы, которые у нас будут сначала артикулироваться, а потом у нас будут агрегироваться. Мы с вами в первой части нашего выпуска говорили о законе о QR-кодах и говорили также о том, что он вызывает все более и более бурную общественную реакцию, выражающую себя разными способами. Значит, вот это вот такая неопределенная группа, которую иногда называют там антиваксерами, иногда другими нехорошими именами. Или там вот противники этих самых QR-кодов, хотя противники QR-кодов совершенно не всегда. противники вакцинации, это могут быть совершенно разные люди. Они противники цифрового концлагеря, например. Противники, например, цифрового концлагеря, который у нас символически изображен на этой самой нашей доске. Вот они являются ли, они явно не являются пока партией, да, они никакая неформализованная группа, но у них есть некий общий интерес. И интерес их состоит в том, чтобы этот вот их кошмар цифрового концлагеря не реализовался. Ну, а в частности, чтобы, например, вот этот вот закон не был принят. Вот артикуляция интересов, термин, введенный одним из тех людей, которые были у нас в рубрике «Отцы», а именно Габриэлем Альмандом, помните, мы еще спорили, как правильно его фамилию произносить. Имеет ли он отношение к каким-нибудь орехам? К каким-нибудь миндалям, да. Но важно, что слушатели, чтобы его запомнили. Артикуляция, как вы понимаете, это произнесение. Кстати говоря, этимологически корень в этом слове обозначает членение или раздробление. Так вот, артикуляция интересов, это их публичное выражение. То есть выражение интересов в виде требования, предъявляемого к политической системе, в широком смысле к системе принятия решений. кто мы, чего мы хотим, это вот оно. Значит, вот чего мы хотим, это артикуляция. Значит, считается, что в политической системе функция этой артикуляции интересов берут на себя, ну вот что называется, в совсем хорошей, здоровой ситуации, берут на себя политические партии. И эта вся артикуляция происходит в парламенте. Ну, то есть вот у нас сегодня приходил прокурор в Государственную Думу, а тут ему представители партии говорят, не хотим мы, то есть не хотят наши избиратели, введения QR-кодов. Вот это вот будет эта самая артикуляция интересов. Это такой коммуникационный акт. А в эпоху социальных сетей вот можно и напрямую артикулировать? Не нужно никакой политической партии? Берешь себе, артикулируешь? Смотрите, чем артикуляция интересов отличается просто от высказывания своего мнения, которое происходит в социальных сетях и в СМИ, и тоже много где происходит, и даже в парламенте. Значит, для того, чтобы у вас эта артикуляция произошла, нужно выполнение двух условий. Во-первых, должно быть сформулировано требование, не просто мнение. Иска ликвидации правозащитной организации – это безобразие. Вот это мнение. А, значит, давайте все подписывать петицию против того, чтобы это произошло. Вот это вот уже артикуляция. Значит, что такое агрегация интересов? Агрегация в, так сказать, обычном смысле этого термина – это объединение. То есть, смотрите, почему артикуляция – это разложение? Потому что из вот этой вот всей массы всего того, что говорится, вычленяется нечто, что может быть сформулировано как требование. Не просто требование, а требование, обращенное к кому-то. Не об этом, вот хочу, чтобы погода была хорошая, да, а требование, обращенное к тем, кто решение принимает. Значит, для того, чтобы это произошло, нужно некое, как я сказала в самом начале, размежевание. Нужно вычленить, опять же, вот этот вот корень, связанный с членением. Кстати, русское слово, да, артикль и артикул – это тоже того же, того же самого корня, вот тоже некая часть, некий там член общего, так сказать, многочлен. Вот это вот артикуляция должна случиться. Что такое агрегация интересов? Агрегация интересов – это формулирование этого требования в виде решения. То есть это уже объединение. Понятно, нет? Не совсем. Значит, смотрите, давайте на примере парламента постараемся объяснить. Артикуляция интересов – это заявление. Как я уже сказала, наши избиратели хотят того-то и того-то. Или требуем этого. Требуем того-то. Агрегация интересов – это, например, внесение законопроекта. Еще лучше, чтобы совсем у вас было агрегирование, хорошо бы, чтобы этот законопроект вносился, например, к какой-нибудь коалиции. Вот есть там две фракции, три фракции, четыре, пять, и они вот что-то вносят. Вот это вот является агрегированным интересом. Считается, что в открытой политической системе и одной функции, и другой функции заняты в основном, как я уже сказала, политические партии и специфические парламентские партии, особенно вот это вот второе. Но также этим заняты и другие формализованные и неформализованные группы интересов. НКО, СМИ, отраслевые союзы. Вот опять же весь этот длинный список НКО, который я тут зачитывала, он занимается вот этим вот – артикуляцией интересов. Есть некая, так сказать, группа, у нее есть интерес, мы его заявляем, адресуя это кому-то, кто, по идее, может на это ответить. Значит, почему такого рода вещи, что называется, важно и полезно понимать? Вообще в политическом пространстве кто не организован, того не существует. Каковы, сколько бы ни были законные и вообще справедливые ваши эти самые интересы, пока они не будут сформулированы в такой форме, в какой политическая система может их заглотить, то есть пока у вас не будет запроса и того, кто может этот запрос куда-то передать, каково бы ни было ваше количество по головам, вы не будете политическим субъектом. Почему, мне кажется, таким интересным случай вот с этим самым там сопротивлением цифровым концлагерям и принудительным вакцинациям? Тут вроде бы нет субъекта. Многие коллеги мои, политологи, наблюдающие за тем, что происходит прямо сейчас, говорят, не надо формировать вот этих вот антиваксеров, говоря о них. Их вообще-то не существует. У людей самые разные мотивы. Одни не вакцинируются из нелюбви к науке, другие, наоборот, из чрезмерной любви к науке, там не доверяют вакцинам, которые не прошли третий этап испытаний. Разные есть на этот счет мнения. Но когда мы говорим в целом, что вот есть какие-то там, не знаю, там, мракобесы, там нехорошие люди или, наоборот, хорошие люди, борцы за свободу, мы тем самым формируем вот этот субъект, которого до сих пор еще не существовало. Но интересно посмотреть, как эти самые неформализованные группы, а они неформализованы в наших условиях не без причин, а у нас политическая деятельность не то, чтобы, как бы, так сказать, приветствуется, и не артикуляция интересов не очень свободно осуществляется, не агрегация, их тем более, и, так сказать, парламентская жизнь. КПРФ агрегировала как раз. Правильно. Вот КПРФ, например, и «Справедливая Россия» в некотором роде тоже пытаются заняться ровно этим. То есть представлять интересы тех, кто... Мы, на самом деле, не знаем, толком голосовали они за них, или они ни за кого не голосовали, или голосовали за кого-нибудь другого. С этим у нас тоже сложности. Но они пытаются действительно в парламенте, ровно в том месте, где должно это происходить, вот каким-то образом этой агрегацией и заниматься. В следующей нашей рубрике мы попробуем рассказать о том, как исторически вот эти вот непредставленные интересы пытались представить самих себя. Ну, давайте скажем, что мы сегодня политологические дети полка, потому что отец у нас сегодня коллективный. У нас такое бывает. Отцы великие теоретики и практики. Наш сегодня коллективный отец – это даже, я бы сказала, целый набор коллективных отцов, потому что мы с вами хотим поговорить об антивакцинаторских движениях прошлого, о том, каким образом эти самые антиваксеры выглядели несколько сотен, я бы сказала, лет тому назад. Поэтому у нас будут сегодня представлены такие замечательные организации, как, например, Национальная лига против вакцинации или Национальная лига против обязательной вакцинации и всякого такого рода структуры, которые боролись против, в тех исторических условиях, против вакцинации от ОСПы в Великобритании и в Соединенных Штатах в викторианскую эпоху. Значит, кто это такие люди, откуда они взялись и каковы были их требования? Ну, во-первых, началось, так сказать, подозрение против безопасности и вообще нужности вакцин ровно с того момента, когда появились сами вакцины. Строго говоря, когда еще не было вакцинации, а была инокуляция, прививание коровьей ОСПы, как мы помним в конце XVIII века, уже тогда, поскольку это, тем более, было дело новое, многие люди относились к этому со страхом и с недоверием. Первоначальное возражение против инокуляции коровьей ОСПы, против вот этой первой, так сказать, протовакцины, разработанной Эдвардом Джейнером, носило тогда религиозный характер. Предполагалось, что это какие-то безбожные манипуляции, не надо, так сказать, против воли Божьей бороться, кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому положено умереть, пусть умрут, значит, спасутся они как-нибудь иначе, вообще не об этом надо думать. Мы помним с вами, в том числе и на примере истории нашей страны, как государь Екатерина личным своим примером демонстрировала подданным, что это, на самом деле, хорошо и правильно, и, соответственно, тоже воле Божьей не противоречит. И тогда это вошло в моду, и многие начали прививаться. Таким образом, первая эта самая волна антиваксовства носила характер, как я сказала, религиозный, и тогда эти люди никак еще не организовывались. Организации начались гораздо позже, когда уже прививка против ОСПы, настоящая вакцинация, не просто распространилась, а стала, в частности, в Великобритании делаться обязательно. Обязательная вакцинация вообще не новость. Это довольно старая практика в самых разных странах, ну, сначала в развитых, кто мог себе это позволить, потом в странах более бедных, она вводилась. В основном это была обычно обязательная вакцинация детей. Итак, значит, первая национальная лига антивакцинации появилась в Великобритании аж в конце 50-х годов 19-го века. На каких основаниях тогда объединялись люди, что, собственно говоря, их волновало? Вообще были там в том числе и священники среди основателей этих организаций, но в основном возражения носили характер нерелигиозный. В основном это были общественные деятели, журналисты, были у них потом союзники и среди членов парламента, были и врачи, которые считали, что это все ересь, что вакцинация никакой пользы не приносит, приносит, наоборот, вред, что это заражение крови некой вредной субстанцией. Как вы понимаете, были там и люди, которые считали, что их там родные и близкие дети пострадали или даже умерли от последствий этой самой прививки оспы. Были люди, которые боролись именно с обязательностью вакцинации на основании таком, который нам сейчас и по нашему времени знакомо, что это ограничивает их свободу и вообще является насилием неприемлемым. Значит, первый, в Великобритании первый акт об обязательной вакцинации от оспы именно младенцев через определенное время после рождения был принят аж в 1853 году, потом постепенно он, так сказать, принимались новые такого же рода законодательные акты. Надо сказать, что борьба этих самых антиваксеров уже в самом конце 19 века привела к тому, что закон стал принимать исключения от того, что называлось возражениями по совести, возражениями по убеждениям. В общем, родители, так сказать, ребенка, которые считали, что вакцинировать его не нужно, должны были убедить двух магистратов в том, что у них действительно возражения, связанные с их убеждением. Если магистраты соглашались, то им выдавалось так называемый dispensation, то, что мы бы сейчас назвали отводом. Освобождением. Освобождением. Но, что интересно, тогда это не был отвод на медицинских основаниях, это был отвод на основаниях того, что родители считают, что этого делать не надо. Значит, если такого не получалось, то их штрафовали. Значит, один из таких видных активистов этого самого движения, такой Уильям Тепп, который сначала занимался этим в Великобритании, потом приехал в Соединенные Штаты и там тоже соответствующее общество основал, он 13 раз платил штраф за то, что не хотел вакцинировать свою дочь. Значит, эти люди, вот эти самые видные антиваксеры, когда начинаешь их смотреть, но вот опять же, был среди них, скажем, врач, который был автором двух статей в британской энциклопедии, такой Чарльз Крейтон, статья о вакцинации и статья какая-то еще. Он вообще не верил в микробную природу заражения, поэтому он считал, что да, он считал, что вакцинация не приносит никакой пользы, кроме вреда. Потом эти все замечательные статьи из Британики все-таки вычистили, но это я к тому, что, так сказать, не только, а не только прям вот какие-то совершенно дикие люди этим занимались. Этот самый Уильям Тепп, которого я упомянула, он был большой энергией человек, в частности, боролся с тем самым опасностью захоронения заживо, волновался по этому поводу и тоже требовал введения каких-то норм, чтобы людей там выдерживали в теплом месте, чтобы окончательно убедиться, что их не похоронили живьем. Как не покажется нам сейчас это удивительным, некоторые люди, которые были активистами этого движения, они же были, например, активистами движения абальционистов, то есть боролись против работорговли или, скажем, боролись за всеобщее избирательное право, правда, почему-то только для мужчин. То есть основания для такого рода возражений были разные. Некоторые считали, что это, так сказать, супротив свободы, а некоторые считали, что это вредно. Страстное письмо в защиту антиваксеров написал Бернард Шоу, драматург. Он был темперамента человек яркого, и до нас уже он, так сказать, дошел в качестве мирного автора пьесы «Пигмалион». После смерти все выглядят безобидными. А при жизни-то он ногчего написал. Он и социалистом был, и таким почти анархистом был. И написал письмо в поддержку этой самой лиги, национальной лиги против вакцинации, в которой описывал вакцинацию как вытряхивание содержимого совка в рану. Совка в смысле мусорного совка, не того совка. Ну, это вот, опять же, знакомое возражение, что вы... Интересно, что при этом он социалист, он левый, и при этом антиваксер, а теперь, наоборот, в основном люди других взглядов. Ну, хорошо, давайте переведем это не как совок, а как мусорное ведро, для того, чтобы не путать дорогих слушателей. Вот, в общем, что из всего этого вышло? Еще раз повторю, это событие, которое происходит с 50-х годов 19 века до начала века 20-го. Между прочим, этот самый орган печати этой национальной лиги антиваксеров прекратил свое существование только в 1972 году. Так что это все довольно-таки долгоиграющие истории. Единственное, чего они добились с точки зрения законодательной, это, ну, вот этих самых введения такого рода возможностей для отводов. В Соединенных Штатах, там, опять же, народ энергичный, поэтому, когда это самое движение против вакцинации ОСПы начало иметь некоторый успех, потому что предыдущая волна вакцинации снизила заболеваемость, и все решили, что вакцинироваться больше не надо, так бывает, то там дело доходило и до вооруженных столкновений тоже, потому что образовывались противоположные отряды, которые там бегали и пытались всех привить насильно. В общем, если вам кажется, что то, что вы наблюдаете сейчас, это есть нечто новое и удивительное, то как-то подумайте еще раз, всему этому есть уже исторический пример. Что характерно для любого движения, если оно хоть какого-то успеха надеется добиться, то оно ищет себе союзников внутри системы власти, как вот у этих самых британских антиваксеров был там один сочувствующий им член палаты общин, который, вот, собственно, проводил эту их повестку. Это к вопросу о том, чем артикуляция интересов отличается от ее агрегации. Ну, а мы переходим к последней рубрике. Хорошо. Начну с Фейсбука. Михаил спрашивает вас. Михаил, Михаил, даже такой дважды Михаил. Сперва правительство нарисовало себе выборы, утверждает он, а сейчас рисует граждан, каких надо. К нам даже переписчики не приходили, просто рассовали в почтовые ящики листовки с призывом переписываться самим. И все. Как вы думаете, каково это жить в выдуманной стране? Ну, несмотря на то, что вопрос такой аллегорический. Наверное, человек спрашивает про качество переписи населения. Когда нам утверждают, что переписали 100%, а кого не спроси, никому не приходили. Вопрос не аллегорический, а, как это называется, сугестивный. То есть он, так сказать, содержит в себе ответ. Ну, надо сказать, что действительно выборы, перепись и кампания по вакцинации представляют собою три поразительных, близко расположенных по времени примеров того, что такое тактика избегания и саботажа в несвободной политической системе. То есть там, где граждане не видят никакой связи между своим запросом и принимаемыми политической системой и решениями, но при этом протест для них слишком дорого стоит, они начинают прибегать вот к этой самой тактике избегания. Чем это нехорошо? Мы с вами много раз говорили. Применительно к переписи. И тут тоже нельзя не сожалеть о том, что мы, все те люди, которые занимаются исследованиями и, соответственно, пользуются данными, не будем иметь возможности доверять тем данным, которые будут представлены в результате переписи. А вы об этом уже уверенно говорите? Ну, смотрите, разговоры о том, что сначала переписались 99, а теперь уже и 100%, и немножко больше 100, но бояться этого не надо, потому что эти данные будут рисаться, как объясняет нам Росстат, ну, как-то вот доверие не вызывают. Понимаете, мы же при этом живем в эпоху большой прозрачности, поэтому существуют и расследования, существуют и отзывы самих этих переписчиков, как от них требовали нужных данных. Ну и действительно, то, что называется anecdotal evidence, свидетельство друзей и знакомых, ну, как-то вот не говорят о том, что перепись затронуло большое количество граждан. С другой стороны, свидетельство о том количестве заболевших, которые насчитали среди переписчиков, наверное, говорит о том, что они хоть куда-то ходили для того, чтобы заразиться, надо все-таки вступать хоть с кем-то в контакт. Мы знаем, как неохотно наши сограждане участвуют в соцопросах. Я привозила уже эту цифру, я ее услышала от Валерия Федорова на одной из конференций, от главы ФЦИОМа, 7 из 10 отказываются разговаривать с социологами. Это уже было достаточно давно, трудно себе представить, что с тех пор эта самая охота и готовность как-то у наших граждан возросла. Ну, в общем, как я сказала в самом начале, никаких данных мы не отвергаем и ни на какие полностью не полагаемся. Было бы прекрасно, если бы мы могли вот прям вот заключить свои объятия, весь тот чудный массив данных, который нам предоставляет всеобщая перепись. Если бы мы могли посмотреть, как выглядят наши домохозяйства, кто с кем живет и совместно, соответственно, хозяйствует, сколько уехало, сколько приехало, например, в наши города. Да, произошла ли действительно по сравнению с 2010 годом некоторая деурбанизация, отъехали ли люди из городов в пригороды. Все это вопросы, которые задает себе, так сказать, и политическая наука, и другие науки об обществе, и экономические науки. И на этом основании также выделяется подушевое финансирование и принимаются решения о строительстве больниц, детских садов и школ. Поэтому, конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Лучше иметь данные, чем их не иметь. Но мы пока имеем то, что имеем. Судя по всему, скажем так, с осторожностью будем пользоваться тем, что нам потом Росстатом убегает. А так всегда было? В том смысле, что когда мы ссылаемся на данные переписи какого-нибудь, особенно 1800 какого-то года, так всегда проходила перепись? Ну, те коллеги наши, которые занимаются статистикой, говорят, что к переписи 2010 года было много претензий. Но по сравнению с нынешней, это была красота. Понимаете, произошла политизация этого процесса. В 2010 году люди не относились еще к этому, как к какому-то странному референдуму о доверии государству. Кроме того, еще не было такого испуга перед цифровизацией, которого сумело, понимаете ли, достичь наше общество буквально за последние несколько месяцев. Очень удачное совпадение. Просто одно к одному, понимаете ли. То понос, то золотуха, прости господи. То с электронным голосованием все не так, кто прямо вот на следующий день приходит с переписью и ожидает, что люди будут этому доверять. Но грустно это все. Тут, опять же, злорадствовать не над чем. Радоваться тоже не еще. Станислав Лоскутников в ВКонтакте спрашивает вас очень коротко. Последние полтора года СМИ публикуют статистику умерших от ковид. Там в основном лица в возрасте 45+. Как потери населения от ковида смогут повлиять на политическую ситуацию в стране, если старшая возрастная группа станет меньше? Старшая возрастная группа станет несколько меньше. Это правда. Я не вижу пока, чтобы от этого средний возраст у нас снизился. То есть наше общество не помолодеет. По счастью, это не такого масштаба мор, чтобы, знаете, как в фильме «Дети кукурузы» все умерли, остались только те, кому до 25 лет. Нет. Мы продолжаем оставаться пожилым социумом, посмотрим, как у нас средний возраст наших нынешних 40 годов. А напомню, средний возраст у нас 40 лет. Будет ли он, так сказать, повыше или пониже? Я не вижу пока оснований для того, чтобы он стал ниже. То есть действительно вот эта вот страта 65 плюс понесла максимальные потери, но поскольку нет значительного прибавления молодежи, то, еще раз повторю, средний возраст не понизится. Дмитрий Эс на сайте «Эхмосквы» спрашивает. Екатерина Михайловна, как просто объяснить людям, зачем нужен мемориал, признанный иностранным агентом? Мемориал, признанный иностранным агентом, нужен для сохранения нашей с вами исторической памяти. Это организация, ведущая базу репрессированных, в которых сотни тысяч, миллионы наших сограждан могут единственным способом найти информацию о том, что случилось с их родными, с их предками. А это зачем нужно? А это нужно для того, чтобы иметь некоторую рациональную картину истории, без которой невозможна рациональная картина настоящего момента и также завтрашнего дня. Кроме того, мемориал в силу своего авторитета и давности своей работы является, скажем так, материнской организацией для многих других правозащитных инициатив, которые занимаются уже не днем вчерашним и позавчерашним, а днем как раз сегодняшним, таких как, например, ОВД-Инфо. Тоже признанный иностранным агентом, как и мемориал. Который пришлет вам адвоката, когда вас в следующий раз по неизвестной причине потащат в ОВД. Спасибо большое, программа «Статус».